Глава шестая Проходя в дверь, Твайлет спросила — Значит, вы просто говорите кто-нибудь? У вас нет местоимений с указанием вида. А что насчет других разумных раз на вашей планете? — Все, что на Земле водится разумного, вы уже видели, — сказал Берт. — Ну, скорее всего, видели, — уточнил Роджер. — Атлантические дельфины очень смышленные, а звуки, которые они издают, обладают всеми признаками настоящего структурированного языка, а не просто животных криков. Но у дельфинов нет материальной культуры, и даже если у них действительно есть язык, мы так и не смогли разобраться в нем, чтобы поговорить с ними. Так что мы не уверены. — Любопытно, — сказал Твайлет. — На Эквусе живет несколько разумных видов. Кроме пони есть зебры, грифоны, минотавры, драконы. — Драконы? — разом ахнули все люди. — Ну да. — Значит, вы слышали о драконах? — Джон, по-моему, это подходящий момент, — заметил Флоренс. Такер кивнул. — Да, понимаете, у нас на Земле есть существа, которых мы называем пони и зебры, но это просто животные неразумные и даже для животных не особенно умные. Ни рогатых, ни крылатых подвидов среди них нет. — Но у нас есть древние мифы и легенды о единорогах и пегасах, — добавила Беттани. — А еще легенды о драконах, грифонах и минотаврах. Хотя на самом деле их на Земле никогда не было, ни разумных, ни каких-то еще. — Странно? — сказал Рейнбо. — Вдвойне странно, — заметил Твайлет. — Большинство пони об этом не знают, но в древнейших эквестрийских хрониках есть упоминания о людях. Но, как и в вашем случае с драконами и прочими, нет никаких доказательств, что люди когда-либо жили в нашем мире. — Слишком много деталей сходится, чтобы это было совпадением, — сказал Берт. — Наши с вами предки в какой-то момент явно встречались. Слушавший разговор взрослых, Эппл Блум спросила. — А может, они встречались здесь? Вдруг эти грозы когда-то давно их сюда перенесли, а потом вернули домой? — Дело, говоришь? — поддержала сестру Эппл Джек. — Может быть, — согласилась Твайлет. — Но это можно проверить, — сказал Роджер. — В ваших мифах что-нибудь говорится об огромных безглазых хищниках? — Нет, — ответил Твайлет. — Хотя это все равно была хорошая мысль Эппл Блум. Но давайте вернемся к теме. — Угу. Расскажите, драконы правда огромные и дышат огнем? — спросил Флоренс. — На второй вопрос — да, — сказала Рэрити. — Хотя они могут управлять своим дыханием. — И хотя драконы действительно могут вырастать очень-очень большими, они не все такие, — добавила Твайлет. — Вообще-то мой помощник — молодой дракон по имени Спайк. Вы с ним скоро встретитесь. — Значит, у вас в городе живут не только пони? — Только один Спайк, — тихонько уточнил Флотершай. — А что насчет вас? — спросил Рейнбо. — Мы пока что видели только земных людей. У вас что, нет пегаса людей? Или единорога людей? — Не, ни рогов, ни крыльев у нас не бывает, — сказал Такер. — И я так понимаю, земные пони — это те, кто без рогов и крыльев. — Газь? Это мы? — подтвердила Эпплджек. — А другие типы пони бывают? — спросила Беттани. — Ну, есть еще фестралы, — сказал Твайлет. — Представьте себе пегасов с хорошим ночным зрением и крыльями, как у летучих мышей, без перьев. Но их немного. А еще есть оликорны. — Постойте, оликорны? Что-то не припомню таких в наших мифах. — Заметил Роджер. — Неудивительно, мой дорогой, поскольку их всего трое, — сказал Эрерити. — Верно, — хинула Твайлет. — Единственные оликорны — это принцессы Селестия, Луна и Кейденс. Они крупнее других пони, примерно ростом с вас, и у них есть и рог, и крылья, плюс силы земных пони. А еще они бессмертны и управляют движением нашего Солнца и Луны. — А, я понял, — сказал Роджер. — Вы говорите о своих божествах. — Что? — удивился Твайлет. — Нет, вовсе нет. — Оликорны могущественны, но они не боги, — сказала Эпплджек. — Ну, хорошо, может, я что-то не понимаю, простите, но бессмертны? Управляющие Солнцем и Луной? Это явно что-то религиозное. Не сдавался Роджер. — Нет. — Нет, ладно, послушайте. По-моему, мы не сходимся в определениях. Роджер начал было настаивать, но Такер прервал его. — Я надеюсь, Родж вас не оскорбил? — Но с нашей точки зрения то, что вы описываете, звучит как религия. — Вы можете объяснить как-то по-другому? — спросил Берт. — Хм, я могу попробовать, — ответил Твайлот. — Что вас в этом больше всего смущает? — Бессмертие, — сказал Берт, — и управление небесными телами. — Это только кажется, что небо движется, поскольку планета вращается. — Эй, Твайлот, а ведь ты сегодня как раз об этом говорила? — спросил Рейнбоу. — Да, ты сказала, что Эквус какой-то особенный, — добавил Эпплджек. — Твайлот, явно что-то осознавши, широко раскрыла глаза. — Конечно. Я думаю, я смогу объяснить сразу две вещи. Она повернулась к своим подругам и меткоискателям и продолжила. — Луны обращаются вокруг планет, а планеты вокруг Солнца. Обычно планеты вращаются вокруг своей оси. Когда та часть планеты, на которой вы стоите, обращена к Солнцу, это день, а когда нет, то ночь. — Эквус раньше был таким же, и только дни и ночи сменяли друг друга сами без какой-либо помощи. — Ого! А что случилось потом? — Дискорд, — ответил Твайлот. — Это последнее, что он успел перед тем, как принцессы его одолели. Он украл момент инерции Эквуса, остановив его естественное вращение. — Стоп! Вот теперь это и мне кажется мифологией, — сказал Такер. — То есть я не хочу подвергать сомнению ваше верование, но... — Но именно это ты и делаешь, — объявил Рейнбоу. — Как ты можешь говорить что-то, что мы видели собственными глазами, ненастоящее? — Да, это весьма неприятно, — согласилась Рэлити. — Прошу прощения, я не это имел в виду, но... Дальше дискуссия начала скатываться в соревнования, кто кого переорет. К счастью, у Берта по-прежнему была с собой карманная сирена, которая так пригодилась на собрании жителей города. Один длинный гудок заставил всех замолчать. — Давайте попробуем поспокойнее, — сказал выживальщик. — Да, — кивнул Роджер, — тут ты прав. — Ладно, извините, — сказал Рейнбоу. — Давайте начнем еще раз, с самого начала, — предложила Флоренс. — Хорошо, — согласно кивнул от Вайлета. — И, кажется, я знаю, откуда лучше начать. Бетани, ты спрашивал насчет магии, и нам в первый же день стало ясно, что никто из вас не понимает, как работает единорожье магия. Позвольте спросить, вы знаете о пяти фундаментальных физических взаимодействиях? — Мы... мы знаем о четырех фундаментальных силах, — сказал Роджер. — Гравитацию, электромагнетизм и две ядерных. — Вы хотите сказать, что есть еще одна? — Да. Пятая сила называется Черотронное поле. Раз вы не можете пользоваться тем, что мы называем магией, неудивительно, что вы не знаете о его существовании. В конце концов, в отличие от остальных сил, Черотронное поле проявляет себя только во временном изменении других законов физики. Значит, если ничто в вашем мире его не использует, вы не могли его заметить? Твайл от подсокола передними копытцами, радуясь, что разгадала эту загадку. — Я по-прежнему не понимаю. — Вы говорите, что эта сила каким-то образом связана с живыми существами? — спросил Такер. — В каком-то смысле да. Это поле существует само по себе, но обладающий самосознанием разум может взаимодействовать с ним. — Это очень странно, что разумы на вашей планете не могут. — Твайл от задумался. — Должно быть еще какое-то дополнительное условие, которое на Эквусе соблюдается повсюду, и которое мы не замечали из-за его вездесущности, но которое отсутствует на вашей планете. Она вытащила блокнот и начала записывать уравнение. — О небо! — Боюсь, мы на какое-то время остались без Твайл от, — сказала Рерити. — Но если продолжить ее рассказ, то наши далекие предки называли эту самую силу магией, поскольку не знали ее научного объяснения. А мы сохранили этот термин, потому что, ну, а почему бы нет? Он удобный. — Примерно, как мы до сих пор говорим, солнце встает или солнце садится, хотя давно знаем, как все происходит на самом деле, — кивнула Беттани. — Но Твайл от сказала, что ваша планета не вращается сама по себе. — Как это может быть? — Магия много на что годится, — пояснила Эпплджек. — Вы уже видели, что единороги умеют собирать магию в роги и колдовать заклинания. А нам, земным пони, она прибавляет природной силы. А еще мы умеем заставлять всякую зелень расти быстрее и не болеть. — И нам, пегасам, тоже, — в Клинус Рейнбу. — Во, глядите! Наши крылья, конечно, классные, но на них одних я бы ни за что от земли не оторвалась бы. — А ведь я собирался об этом спросить, — усмехнулся Роджер. — Решил, что это вроде той старой шутки про шмеля. — Ну, значит, вам эта сила помогает летать? — Да. Она, в общем-то, делает нас легче, когда мы в воздухе. — А еще мы ее пользуемся, чтобы управлять погодой, — Рейнбу хмыльнулся. — Ща покажу. Она умчалась из комнаты и через минуту вернулась обратно с небольшим клочком облака. — Это же... — Роджер махнул рукой сквозь облачко. — Почему оно не рассеивается? — Потому что Рейнбу удерживает его плотным, — сказал Футершай. — Оно сразу развеется, если рядом не будет Пегаса, чтобы им управлять. — Или я могу сама его убрать. Вот так. Рейнбу вскочила на облачко сверху и принялась прыгать по нему, пока оно вдруг не пролилось мгновенным дождем, намочив пол. — Дэш! — взмутилась Твайлот, глядя на свой блокнот мокрый насквозь. — Упс. Экскюзми. — Это все очень впечатляет, — сказал Такер. — Но, может, продолжим дальше? — Верно, — согласилась мэр. — Но погодьте, Твайлот пока не объяснил насчет мамонта с трапецией. — Это называется момент инерции, Дэш! — фыркнул со смеху Твайлот. — Но чтобы закончить, Дискордом звали существо, владевшее магией почти на уровне принцесс. Больше тысячи лет назад он пытался завоевать нашу планету. Селестия и Луна победили его и запечатали в камень. Но в самый последний момент он успел остановить всю планету, заставив ее перестать вращаться. — Могу понять, почему это была проблема, — заметил Берт. На половине планеты продолжался бы бесконечный день, и все зажарились бы насмерть, а вторая половина замерзла бы в вечной ночи. — И даже на границе между днем и ночью было бы не выжить. Там постоянно бушевали ураганы сильнее, чем любые природные, — добавил Рейнбо. Все остальные пуньи в комнате обалдело глазели на нее, пока она не поняла причину и не пояснила. — Но я же с погодной бригады! Нам положено в таком разбираться! — Ну да, — сказал Твайлот. — Яйцеголовая! — Эй! В общем, когда принцессы поняли, что сделал Дискорд, они попытались раскрутить планету снова, но оказалось, что он не просто остановил вращение планеты, он вдобавок лишил ее способности сохранять инерцию. Что бы они ни делали, с какой бы силой ни раскручивали Эквус, он все равно замедлялся и останавливался каждые 12 часов. — Ну почему тогда Селестия управляет Солнцем, а Луна — Луной? — настаивал Скутово. — Это не вполне правильно, Скутти. Спутник Эквуса висит в точке гравитационной стабильности. Он всегда находится с противоположной от Солнца стороны планеты. — Точка Лагранжа! — воскликнул Роджер. — Да, мы знаем о них. Вокруг двух любых массивных объектов в космосе их несколько штук. — Верно, — улыбнул Твайлот. — Вот в том-то и дело. Наша планета постоянно расположена между нашим Солнцем и нашей Луной. Значит, Солнце садится, Луна встает. Солнце встает, Луна садится. И Селестия и Луна могут поворачивать планету в одиночку, но им проще чередоваться. Если смотреть из Контерлота, то кажется, что Селестия поднимает Солнце, а Луна — Луну. Поэтому пони до научных времен думали, что они это и делают. Эта идея дожила до наших дней. — Ого! Ей не знала! — проговорила Эпплджек. — Большинство пони не знают, — пояснила Твайлот. Хотя это не какой-то там большой секрет, просто тем редко всплывает. В общем, теперь, когда с этим разобрались, что у нас дальше на повестке? — Сотрудничество! — сказал Берт. — Мы планируем построить вокруг города защитную стену. Ничего особенного. На что-то действительно внушительное у нас не хватит материалов. Но учитывая опасных тварей в лесу, это кажется разумным. Мой вопрос вот в чем. Как насчет вас? Сможете сделать нечто подобное? — Это навряд ли. У нас припасов маловат, — ответила Эпплджек. — Мы, наверное, можем построить облачную стену, — заметил Рейнбоу. — Но даже с Пегасией магией она будет не такой крепкой, как что-то по-настоящему твердое. — А что, если начала была Флоренс, но замолкла? — Давай, Фло, если у тебя есть идея, так не стесняйся. — Ну, я понимаю, что это будет трудно и для людей, и для пони. Но если нам действительно нужна взаимная поддержка, а так оно, похоже, и есть, почему бы нам не съехаться вместе? Тогда придется защищать только одно поселение. И если не считать страхов, то это неплохая идея. — Поддержала ее Рерити. — Мы легко можем переехать, — воскликнула Пинки. — Почти все дома пони сделаны так, что их можно передвигать. — Но нам придется бросить городскую ратушу, — сказала мэр. — И, наверное, мою библиотеку, — добавила Твайлот. — Хотя я, может быть, сумею найти способ ее пересадить, если будет достаточно магии. Нужно только провести исследование. — Но все равно остается та проблема, что пони и люди боятся друг друга. — Тихонько заметил Флаттершай. — Да? — Но у нас есть кое-что пострашнее, чего стоит бояться, — ответил Берт. — Меткоискатели съежились, вспомнив твари из леса. — Да уж не то слово, — сказала Эпплблум. — А почему бы нам не сделать вот что? — предложил Такер. — Пусть обе стороны подбросят своим эту идею, и если никто не будет против, то мы реализуем ее. А тем временем нам никто не мешает сотрудничать. — Годится, — согласился Роджер. — Что ж, тогда следующий вопрос. Что мы можем предложить друг другу? — Ну, мы можем вместе растить еду, — сказала Эпплджек. — Кстати, я смекаю, земнопоньская магия и вашему урожаю расти поможет. Чтобы уж наверняка всем хватило. — И Пегасе погодный контроль тоже пригодится, — добавил Берт. — А с нашей стороны, ну, по-моему, у нас несколько более продвинутая техника, — заметила Беттани. — Судя по тому, что я видела, гораздо более продвинутая, — поправил ее Твайлот. — Интересно, а почему так? — спросил Фултершай. — Кажется, у нас примерно одинаковый уровень знаний, но люди при этом добились большего, чем мы. — Необходимость, — ответил Роджер. — У нас есть поговорка, что она — мать изобретения. — Вам не нужно столько техники, потому что у вас есть магия. — А у нас нет. — Звучит логично, — сказала Эпплджек. — В любом случае, кое-какие ваши машины нам всем бы здорово пригодились. — Только вот есть одна малюсенькая проблема, — заметил Берт. — Почти вся наша техника работает на электричестве, и через несколько недель у нас кончится топливо для генераторов. Такер и Роджер ругнулись, а Бетта не спросила. — А как насчет того, что Твайлот сделала с дефибриллятором? — Это было только временное решение, — ответила единорушка. — При образовании магии в электричество легче сказать, чем сделать. — Но ведь что-то можно предпринять, — спросила Рерити. — Да, конечно. — Если мы сумеем, например, построить ветрогенераторы, то пегасы могут поддерживать для них постоянный ветер. — Если предположить, что мы тут застряли надолго, — сказал Роджер, — то мы можем переделать автомобильные двигатели на спирт или биодизель. — На всех, конечно, не хватит, но нам здесь все равно не нужно много машин. — Важнее всего запитать общественные места, — заметил Такер. — А жилые дома, ну, было бы неплохо хотя бы освещение сохранить. — Мы можем продать вам магические фонари, — предложила Эпплджек. — Очень хорошо. — Уверен, покупатели на них найдутся, — ответил Берт. — Ну а что с другими вещами, которым нужно электричество? — спросила Беттани. — Нет, конечно, мы много без чего обойдемся — телевизоры, компьютеры, айподы — все это в пролете. — Ничего страшного. — Но иду-то готовить надо. — И радио слушать, потому что хотя бы новостную станцию нам стоит сохранить. — Девочка, дело, — говорит Джон, — сказал Берт шерифу. — А кроме того, и я говорю это всем, потому что, по-моему, в Панивиле климат не сильно отличался от того, что был в Фалумедоу. — Мы теперь в горах. — И зимы здесь, скорее всего, будут суровыми по сравнению с теми, к которым мы привыкли. — Как мы будем обогреваться? — Рейнбо поскребла под гривой передним копытом. — Технически моя погодная бригада может обеспечить теплый воздух вокруг. Но только ненадолго, потому что если вмешиваешься во времена года, то рано или поздно огребаешь последствия. — Даже в Индиане бывают холодные зимы, и наши дома хорошо утеплены, — сказала Флоренс, — но не рассчитано на отопление огнем. — Тогда нам стоит заняться переделкой, — согласился Берт. — Хорошо, что в спортивных магазинах есть запасы зимней одежды. — Что ж, будем надеяться, вы обеспечены, — сказала Рэлити. — А что до нас, думаю, мне у себя в бутике следует заняться теплыми шарфами и накопытниками. — Бутик? — спросила Беттани. — Вы делаете одежду? — О, да, дорогая. Это мой особый талант. — Но никто из вас ничего не носит? Роджер подавился только что сделанным глотком кофе. — Голые! — воскликнул он, внезапно осознав то, что все время было у него прямо перед глазами. — Ну, для пони одежда в основном декоративный элемент, — пояснила Твайлот. — Для особых случаев и еще, как уже сказала Рэлити, чтоб согреваться в холодную погоду. — Кстати говоря, а вы почему все время одеты и ходите? — спросила Эпплджек. Люди переглянулись, не зная, как лучше ответить. Наконец Берт проговорил. — Ну, по двум причинам. — Во-первых, как видите, у нас нет шерстяного покрова по всему телу. Мы замерзаем гораздо легче, чем большинство других существ. Логично. А вторая причина? Берт покосился на трех жеребят, думая, как подойти к этой теме. Наконец он спросил. — У пони есть понятие о благопристойности? — О, конечно! — ответил мэр. — Любой жеребец или кобыла, которые будут разгуливать, демонстрируя это, будут арестованы. — Но, разумеется, им для этого придется специально стараться, — добавил от Вайлот. — Потому что у нас обычно все скрыто под шерсткой, хвостами и... Ох! — А, вижу, вы поняли! — усмехнулся Берт. — Что поняли? — невинно спросила Святибель. — Расскажу, когда тебе будет сорок, — пообещала ей Рарити. Пинки Пай вдруг выпрыгнула в середину комнаты. — У меня тоже вопрос! У меня вопрос! У меня! У меня! У меня! У меня! — Задавай, Пинкс! — сказал Твайлот. — Сколько чоков чокнет жучок, если чокнутому жучку поставить жучок? — М-м-м... — Э-э-э-э... — Так... — Я думаю, это хороший момент, чтобы закончить, — сказал Такер, насторожно поглядывая на розовую пони. — Верно, — согласился Твайлот. — Пойдемте, девочки. Глава седьмая Принц Блюблат не верил своим глазам, оглядывая крутые горные склоны. Как такое могло случиться? Как Вселенная посмела обрушивать подобные бедствия на кого-то столь важного и ценного, как он? Мало того, что двухдневное путешествие по открытым лугам превратилось в недельный поход через лес кишачьи чудовищами, которого здесь вообще не должно было быть. Мало того, что двое телохранителей Принца так пострадали от нападения чудовищ, что больше не могли его защищать, а иллюзионистка, как там ее звали, и вовсе пропала, видимо, угодив в брюхо одной из этих тварей. Мало того, что копыта Принца пересохли и выщербились, и чтобы привести их в прежний вид понадобится не меньше двух дней ухода. Но вдобавок теперь, после всего этого, когда они наконец выбрались из леса, который здесь взялся неизвестно откуда, они обнаружили, что Контерлот подевался неизвестно куда. На его месте возвышались горы высокие, заснеженные и страшно холодные. — Не отъебаю, чтоб понибудь объяснил мне, что происходит. — возмутился Глюблат. Однако никто из его телохранителей не сумел высказать ни единой догадки. По крайней мере, до тех пор, пока один из них не указал на восточный небосклон и не воскликнул. — Ваше Высочество, смотрите! На востоке поднималась в небо вторая луна. — Две луны? — изумился Глюблат. — Да еще и днем! О чем только думает тетя Луна! — Умоляю просить меня, Принц, но мне кажется, что дело здесь не в этом. — По-моему, мы больше не в нашем мире! Блюблат широко раскрыл глаза. Сперва он пришел в ужас. Но потом, по мере того, как у него в голове складывалось понимание последствий этого заявления, на его физиономии постепенно расплылась широкая ухмылка. — Мы не на Эквусе. Мы за пгеделами власти и полезгения моей тетушки. А это значит... — Принц Блюблат, с вами все хорошо, мой принц! — спросил телохранитель, заметив его необычную реакцию. — О, даже более чем хагошо. Но не зови меня пгинцем, ибо здесь, в этом миге, я отныне Коголь. — Да, Коголь Блюблат Пегвый! Телохранители, не видя иного выбора, поклонились и объявили. — Долгая слава королю! Блюблат тем временем дал знак носильщикам, и они поднесли к нему сундук, где хранились кое-какие припасы, которые принц давно подготовил и всюду брал с собой, просто на всякий случай. Из сундука появились корона, мантия и отделанный драгоценными камнями скипетр с алмазно-золотым навершием в виде головы только что самопровозглашенного короля. — Ну что ж, а теперь давайте вернемся в Панивиль, где вы, мои только что назначенные Коголевские стражники, усмирите население и заставите его постгоить мне Коголевский дворец! И Блюблат протрусил назад по своим же следам. В голове у него роились планы и мечты о дворце столь грандиозном, что Версаль, по сравнению с ним, выглядел бы как деревенский нужник. Через два дня после того, как Твайлайт успешно наколдовала переводящее заклинание, посреди Панивиля собралась группа единорогов. Следуя указаниям Твайлайт, они объединили силы и выудили из ее разума лингвистические знания, чтобы использовать их в новом заклинании. Невероятно мощное оно распространилось из центральной точки, подобно куполу, накрывшему не только весь Панивиль, но и Фалу Мэдоу, и его ближайшие окрестности. Магический купол простоял 11 минут, прежде чем исчезнуть, и в его пределах всякое разумное существо, хоть человек, хоть пони, хоть дракон, получило полные знания о том, как говорить, читать и писать на другом языке, вдобавок к своему собственному. Эти знания были постоянными, ни поддерживать, ни повторять заклинания больше не требовалось. Теперь, когда языковой барьер наконец исчез, люди Японии начали активно общаться и строить планы по выживанию. Одной из первых обсуждалась идея, которую обе стороны считали страшноватой, но все же разумной. Объединение обоих городов в один, чтобы стена, запланированная вокруг Фалу Мэдоу, могла защитить всех. С одной стороны, технически это было несложно. Пони строили дома так, что при необходимости легко их передвигать. Все, кроме городской ратуши слишком большой, и библиотеки, глубоко ушедшей корнями в землю, можно было перетащить за несколько дней. С другой стороны, приступить к делу мешал страх. К большинству людей все-таки не нравилась идея пустить внутрь своего защитного периметра 5000 пришельцев, а большинству пони не нравилась мысль о том, что их будут окружать 8000 высоких двуногих. Так что пони виль оставался на прежнем месте, даже когда началась постройка стены. Гораздо меньше споров вызвала организация временного совета, состоявшего поровну из представителей обеих рас, чтобы следить за торговлей, взаимной защитой и разрешать конфликты. Со стороны людей в него выбрали Берта, Роджера и Мириам Зан, государственную учительницу из школы. Пони выбрали в совет Макинтоша, Чейрели, вероятно, самую умную пони в городе после Твайлот, и в Филти Рича, как знатока экономики. Началась с расчистки земли под посевы, хотя чтобы эти усилия принесли плоды, должен был уйти не один месяц. И рыбаки, в основном люди, несколько пегасов, пытались пополнить запасы еды местной рыбы из речки. Впрочем, они быстро выяснили, что изготовить приманку, обманывающую глаз, гораздо легче, чем приманку, обманывающую сонар. Сбор местных растений, проверенных на съедобность, шел более успешно. В целом, к концу второй недели дела шли гораздо лучше, чем кто-либо ожидал. Разумеется, это значило, что вот-вот что-то пойдет не так. Альф восстановился на возвышенности, направив сонар на улей этих новых существ. Прошлая встреча с ними не изгладилась у него из памяти, и с тех пор они уже не воспринимались как добыча. Теперь они были помечены как угроза. После той неудачной охоты, Альфа, повинуясь инстинкту, издал громкий зов, раскатившийся по лесу. Это был призыв к мобилизации, обращенной ко всем вожакам всех ста его вида, который, по сути, говорил «Опасность. Собираемся вместе». И в следующие несколько дней они стягивались к этим двум чужим ульям, скрытно накапливаясь в окружающих лесах и ожидая сигнала, который Альфа и подал. Панивиль. Твайлайт Спаркл тщательно изучала схему новой электросистемы, когда ее отвлек стук в дверь. «Сейчас подойду». Откликнулась она, и напоследок еще раз окинула взглядом схему. Учитывая, как мало времени понадобилось инженерам обеих раз, чтобы ее разработать, это был настоящий шедевр городского планирования. Дюжина аварийных генераторов, каждый из которых сам по себе мог запитать 20 человеческих домов, была десятикратно усилена мастерски расположенными магическими кристаллами. При том, что дома в Фалумедоу планировалось освещать волшебными фонарями и обогревать дровинными печками, эта схема обещала покрыть все остальные потребности в энергии. Сам Панивиль, меньший по размеру и привыкший к более скромному потреблению электричества, мог обойтись всего одним усиленным генератором. Берт Гамбл уже обещал пони пожертвовать один из своих, но пока они не торопились его подключать, выжидая, что там решится с переездом. Удовлетворенно кивнув, Твайлайт протрусила к двери, широко распахнула ее и с изумлением обнаружила за ней... Трикси? Здравствуй, Твайлайт Спаркл. Может ли три... Могу ли я войти? Все еще не придя в себя, но вспомнив о манерах, Твайлайт приглашающий махнула копытом. Трикси, но как ты сюда попала? Как раз об этом я и хотела с тобой поговорить. Понимаешь, после нашей второй встречи я осталась без цели. Без цели и очень злой, но не на тебя. Я злилась на себя. На себя? Трикси, но тогда тобой управлял амулет. Это не твоя вина, что... Нет, моя. Потому что, когда я специально искала его, чтобы тебе отомстить, я полностью владела собой. Трикси повесила голову, но продолжила. В общем, я хотела все как-то исправить. В кои-то веки применить свои таланты для чего-то хорошего. И тогда я нашла в Контерлот Таймс объявление о работе иллюзиониста-телохранителя. Ух ты, идеально для твоих умений. Я тоже так думала. Проблемы начались, когда я узнала, кого буду охранять. Оказалось, это был... Трикси прервали раздавшиеся снаружи крики. Какого сена? Воскликнул Твайлот. Обе кобылки проскакали к двери и выскочили на залитую утренним светом улицу, чтобы выяснить, что происходит. Пони повсюду в ужасе разбегались от каких-то огромных тварей, которые обе единорожки никогда раньше не видели. Они были где-то копыт в тридцать длиной, с восемью мускулистыми лапами, постями, полными острых зубов и парой ушей локаторов на голове. Это же, наверное, те самые хищники, на которых наткнулись искатели и мистер Гамбл. Ахнул Твайлот. Хищники? Переспросил Трикси. Из Вечно Вольного? Веч... Погоди. Ты что, последнее время ни с кем не общалась? Да, с той странной грозы, а что? Потом расскажу. А сейчас надо город спасать. И Твайлот поскакала прямо к ближайшему хищнику. Фаллумедоу Карл Харнер в третий раз за неделю проснулся с похмельем. Что-то бурча про себя, он вышел на задний двор, разжег костерок и повесил над ним кофейник. Дожидаясь, пока закипит вода, он закинул голову и посмотрел в небо, где рядом друг с другом висели две луны. Ну, хоть и вид классный, пробормотал он. С самой своей стычки с Джоном Такером насчет пропавших понячих детей и жеребят, Карл держался в тени, выжидал, наблюдал и размышлял. И по ходу своих размышлений наконец пришел кое-каким выводом. Прежде всего он понял, каким был глупцом, когда хотел противостоять им в открытую. Либо он ошибался насчет того, что пони виноваты во всем и тогда затеялся и затеялся все напрасно. Либо он был прав, но тогда никак не мог надеяться победить в прямой борьбе с настолько могущественными созданиями. Не то, чтобы он сомневался в своей правоте. Черт побери, это наверняка были они. Но подходить к этой ситуации следовало иначе. Скрытно, тонко, по-партизански. Естественно, для этого Карлу требовались единомышленники. Пожалуй, лучше всего сейчас было выждать, пока не случится чего-нибудь, что хотя бы нескольких человек заставит осознать опасность, которая им всем угрожала. Как даже сам Карл со временем вынужден был признать, у вселенной есть чувство юмора. Первый же глоток кофе он шумно выплюнул от неожиданности, услышав женский крик. За первым криком последовали другие, а потом началась пальба. Похоже, ждать не пришлось. Примерно в то же время, когда Карл Харнер просыпался, Флоренс явилась закусочным. Как общественное место и источник готовой еды, Барт безмозглый одним из первых получил электричество и был занят с утра до вечера ежедневно, поскольку пока не удалось запустить хотя бы какую-то экономику, еду всем посетителям выдавали бесплатно. К удивлению Флоренс, двери были уже открыты, а в зале полно клиентов. Кто же готовит? Задумалась она. Ответ на ее вопрос обнаружился на кухне. Херб, что ты тут делаешь? Воскликнул Флоренс. Флоренс, у тебя же был инфаркт, тебе положено лежать в постели. Фло, я тридцать лет служил в морской пехоте, ты сама знаешь. Единожды морпех всегда морпех, да? Сейчас не тот случай, сухо ответила Флоренс. Может и так. Но долг есть долг. Херб ловко взмахнул сковородкой, разом перевернув все ладьи на ней. Видишь? Со мной все нормально. Ладно. Но я за тобой прослежу, слышишь? Само собой, дорогая. А теперь... С улицы донесся пронзительный вопль. Прежде чем Фло успела отреагировать, Херб выудил из-за штабель ящиков штурмовую винтовку. Похоже, случай все-таки тот. Заметил он и бросился наружу. Флоренс и несколько других посетителей закусочной последовали за Хербом и оказались на улице. Когда мимо них промчалась небольшая группа людей, они взглянули, откуда те бегут, и их продрал ледяной озноб. На ближайшем перекрестке стояли два здоровенных восьминогих хищника, не похожих ни на что земное, и крутили головами, как будто решая, на кого бы напасть. Гербер без колебаний поднял винтовку и выстрелил. Он не сомневался, что пули попали в цель, но тварь их, похоже, едва заметила, и только отшатнулась при звуке выстрела. Херб выстрелил снова, его поддержали еще несколько человек с оружием, но свалить монстра им все равно не удалось. Тем не менее, на этот раз он среагировал, взревел и бросился прямо на них. Панивиль. В городе бушевала паника, впрочем, жителям Панивиля было не привыкать к нападениям чудовищ, так что паника была довольно культурная и организованная. Но все-таки паника. Две дюжины огромных плотоядных тварей напали на город разом, изо всех сил стараясь сожрать всех пони в пределах видимости, фигурально выражаясь. К великому счастью, эти хищники понятия не имели, что такое дверь, и были не в состоянии ничего разглядеть через окна. Пока городские пони прятались и ждали, когда все утрясется, стражники принялись разбираться с вторжением. Выяснилось, что это легче сказать, чем сделать. Стражи-единороги при помощи магии пробовали бить хищников мечами и копьями на расстоянии, а пегасы бомбардировали их пикируя до безопасной высоты, но скоро стало ясно, что эти чудища исключительно стойкие, и их очень трудно всерьез поранить. Твайлайт Спаркл, бросившись в бой, с удивлением обнаружила, что Трикси скачет рядом. — Что? — Твайлайт, я говорила серьезно. Я хочу для разнообразия сделать что-то хорошее, — ответила та. — Ну, какой план? — План? Я пока так далеко не заглядывал. Но мне говорили, что у них чувствительные уши, и громкие звуки их ранят, заставляя убегать. — Тогда заклинание фейерверков, — предложила Трикси. — Горохочет о них так же громко, как настоящие, — Твайлайт кивнула. — Давай попробуем. Обе пони сосредоточили магию и начали выстреливать магические заряды. Когда в воздухе загрохотали разрывы, твари взревели и отшатнулись, но сбежать они подумали. — Пожалуй, это была не лучшая моя идея, — признала Трикси через пару минут. — Они не бегут, но мы привлекли их внимание. И как только мы устанем и остановимся... — Да. — Давай тогда понемножку отступать назад, — согласилась Твайлайт. Пока они пятились обратно вдоль улицы, рядом приземлилась Райнбоу. — Эй, а ты что тут делаешь? — воззрелась она на Трикси. — Дэш, не отвлекайся. Монстры! — сказал Твайлайт. — А, да. — Ладно, слушайте, у нас большие проблемы, эти гады, повсюду. — Это ведь те самые существа, которых ты видела в лесу, верно? — спросила Твайлайт. — Почему бы тебе их снова не напугать радужным ударом? — Не могу, — ответила Дэш. Она расправила левое крыло и стало видно, что в нем не хватает нескольких перьев. Один из них едва не достал меня, когда они только-только появились. Потеряла пару маховых. Пока не отрастут, летать смогу, но не настолько быстро. — Блин. Ладно, что тогда? — Ну, насколько я видела, сверху Непони с ним ничего толком сделать не может, — сказал Рейнбоу. — Кажется, им на любые раны вообще плевать. — Да не то слово. — послышался знакомый голос. Твайлайт повернула голову и увидела, что к ним рысят несколько стражников, а среди них Миднайт Стилл, Свордбейкер и Большой Маг. Свордбейкер продолжил. — Я накопил столько магии, сколько смог, до предела, и отстрелил одному из них голову, и ему хоть бы что. Видимо, у них мозги где-то в другом месте. — Или у них распределенная нервная система, — предположил Твайлайт, продолжая выстреливать заклинания фейерверка и пятясь назад. — Может, у них вообще все органы расположены по всему телу? — сказал Миднайт. — Это объяснило бы, почему их ничто не берет, только злит. — Да, согласна. — Очень не хочу это говорить, — сказал Рейнбоу, — но думаю, нам стоит попросить помощи. — У людей? — спросил Макинтош. — Людей? — озадачную переспросила Трикси. — Потом расскажу, когда все успокоится. — Ответила и Твайлайт. — И да, может быть, эти их ручные пушечки будут эффективнее? — Ладно тогда, — кинул Миднайт. — Как только вы, леди, все втроем окажетесь в безопасности, мы с моим отрядом отправимся в Фалломедоу и запросим помощь. — Все вдвоем! — поправила Рейнбоу. — Меня замедлили, но сражаться я могу. Я иду с вами. — Ладно, хорошо. Это даст нам Трикси шанс восстановить силы и присоединиться к вам, когда вы вернетесь, — согласилась Твайлайт. На то, чтобы постепенно вернуться к двери в библиотеку, ушло всего несколько минут. Тогда Твайлайт запустила особенно мощное заклинание, чтобы отвлечь хищников и позволить всем пони скрыться внутри. Оставив единорожек в укрытии, Миднайт Стилл вывел Рейнбоу Дэши свой отряд через заднюю дверь, и они отправились в полное опасности путешествия через лес. Когда твари бросились в атаку, толпа рассыпалась. Люди бежали туда, где им казалось безопаснее, то есть, по сути, ко всем незапертым дверям в пределах досягаемости. Естественно, Герберт направил тех, кто оказался поблизости, обратно в закусочную, как раз вовремя захлопнув за всеми дверь. — Все назад! — приказал он. — К задней стене подальше от окон! Толпа послушалась, причем ноги отступили еще дальше, в кухню, и теперь выглядывали оттуда через приоткрытую дверь. Обоих хищников отлично было видно через передние окна. Один из них перешел на дальнюю сторону улицы, нацелившись ушами куда-то вбок, а другой остановился прямо перед фасадом закусочной. Большинство людей ждали, что он ринется вперед сквозь стекло, но он просто стоял там, ничего не делая. Через пару минут он принялся озадаченно вертеть головой, но в остальном не двигался с места. — Какого черта он творит? — прошептал кто-то. — Его сонар не видит через стекло, — догадался Герберт. — Он знает, что мы должны быть где-то здесь, но не может нас найти. — Может, нам стоит выбраться через черный ход? — спросил Флоренс. — Если он все равно решит напасть, то да, а иначе самое безопасное — это подождать здесь. У Берта Гамбала был звездный час. Один бронированный хаммер, одно ружье слонобой и множество целей. Впрочем, даже самая его монструозная пушка оказалась не такой эффективной, как он надеялся. Очень скоро он убедился, что эти хищники более живут, чем любые земные, но Берту хотя бы удавалось отгонять их от людей, за которыми они охотились, и при этом избегать преследования самому, благодаря оглушительному грохоту, с которым стреляло его оружие. Услышав очередной вопль, Берт переключил передачу и погнал по улице, вскоре обнаружив одну тварь, бродившую вокруг небольшого одноэтажного домика. Клумбы вокруг были растоптаны, в полу открытый террас изъяли здоровенные дыры, и даже по крыше зверь, похоже, прошелся. В некоторых местах она опасно прогнулась. Берт вышел из хаммера, прицелился и выстрелил. Пуля угодила хищнику точно в ногу, оторвав ее сразу, под туловищем, и тот яростно взревел. Возможно, от страха и боли, но в отличие от всех остальных, с которыми Берт сегодня имел дело, эта тварь не стала убегать. Точнее, побежать-то она побежала, но прямо на выживальщика. Запрыгивая обратно в машину и собираясь удрать, Берт услышал новые выстрелы. Эти были не настолько мощные, как его ружье, но их хватило, чтобы хищник резко передумал атаковать и решил смыться отсюда. Вскоре показался источник выстрелов. Из-за ближайшего угла вышел Карл Харнер с дробовиком, а следом на террасе дома появилась бета-нистанс, тоже с оружием. — Спасибо, парни, — сказала она, — сама бы я не отбилась. — Рад служить, — ответил Берт. — Он посмотрел на Карла. — Ты пришел помогать или будешь толкать речь про то, как пониных наслали, чтобы убить нас всех? — Первое, — сказал Карл. — Верю этим разноцветным уродам или нет, но я не собираюсь во всем их винить. Мы на дикой планете, и рано или поздно что-то такое должно было случиться. — Оф, — согласился Берт. — Ладно, если вы оба хотите помочь, запрыгивайте. Между паузами я еду в офис шерифа. Бета-ни забралась на сиденье позади Берта. Карл хотела было сесть на переднее пассажирское, но сумрак, уже сидевший там, угрожающе зарычал, заставив его тоже усесться назад. — Прости, Карл, но это его постоянное место, — усмехнулся Берт. — Устроившись сзади, Бета не оглядела грузовое отделение. — Черт побери, Берт, — сказала она. — А это не перебор? — Запасные пушки, боеприпасы, вода, сухпайки, аптечки и три фунта С4 плюс детонаторы, — ответил Берт. Потом нахмурился. — Насчет взрывчатки Такеру не говорите, лады. — Буду нем как рыба в обмен на такую штуку, — сказал Карл, взвешивая в руке автоматический пистолет. — Годится. Еще два раза остановившись, чтобы помочь тем, кто в этом нуждался, Берт, наконец, вырулил на главную улицу города, и все трое сразу увидели двух тварей, угрожавших закусочной. — А вот тут, может быть, непросто, — прошептал выживальщик, — много больших стеклянных окон, и если туда попадет шальная пуля... — Взрывчатка! — предложил было Карл, но тут же поправился. — Не, нельзя. Взрывная волна для стекла еще хуже. — Угу. В задней части машины раздался стук. Все трое обернулись, готовые увидеть очередную тварь, подкравшуюся сзади. Но это оказались шериф-такер с помощником. Берт разблокировал замки, и оба человека втиснулись внутрь. — Готов высушить любые идеи, — сказал шериф. — Они разогнали по укрытиям почти весь центр города. — А все, что у нас есть, и что может им по-настоящему повредить, опасно и для людей. — У нас есть соседи, — предложил Берт. Все посмотрели на Карла, ожидая, что он закатит истерику при одной мысли о том, чтобы попросить пони о помощи. Но тот просто сказал. — Я не верю им. И, наверное, никогда не поверю, но... — Попробовать стоит. — Либо вы все правы, и они тоже жертвы, как и мы. И тогда они могут и правда захотеть нам помочь. Либо мы здесь из-за них, и тогда будет стратегически полезно посмотреть на них в деле. — Ну, раз уж даже скептик согласен, то пора действовать, — сказал такер. — Кто пойдет? Они быстро обсудили этот вопрос и решили, что Берт, Карл и двое помощников шерифа отправятся в чужой город. А тем временем сам шериф и Беттани попытаются пробраться в закусочную через черный ход.